МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 15 лет после мученической смерти останки Мисака и Мелинэ Манушан были захоронены в Парижском пантеоне. Содержанный в Москве азербайджанец – один из тех, кто во время войны обезглавил пожилого армянина. Богатая история армян в Нидерландах и Бельгии. Восточная Армения заняла первое место в командном зачете чемпионата Европы по тяжелой атлетике. Азербайджан уничтожил памятник адмиралу Исакову. Почетные гости приняли участие в конференции, посвященной Мисаку Манушану и духу сопротивления во Франции, организованной армянским округом Мандалео-Ля-Напуль и Национальным советом Западной Армении. Конференция прошла в Средиземноморском зале. Президент Республики Западной Армении Лидия Маркусиан и мэр Мандалео-Ля-Напуль господин Себастьян Лерой принесли свои извинения за отсутствие на конференции. Делегат по делам ветеранов Пьер Серветтас поблагодарил присутствующих, отдав дань уважения памяти Милина и Мисака Манушан. Среди присутствующих Эрик Бертран, директор Муниципального центра социальных действий. Майор Жан Ивруже, президент Ассоциации морских ветеранов в Леринской стране. Генерал-майор Сурен Шаумян, оперативный координатор ЧМ Правительства Западной Армении. Президент Национальной ассоциации армянских ветеранов и единомышленников Серж Вреш Абрамян. Жан Армен Газара Носян, президент Ассоциации французских ветеранов и армянских борцов сопротивления. Кэролин Оганисян, председатель армянского округа Манделео-Ля-Напуль. Жан Клод Дюпон, вице-президент ООН, президенты Ассоциации. Также гость генерал-майор Гамлет Минасян, председатель офиса ЭКОСОК Армении ВООН. Вице-президент Международного комитета по борьбе с терроризмом, организованной преступностью и коррупцией, Центр стратегического анализа Центральной Европы и Кокрим. Докладчик президент Армен Акабрамян напомнил о корнях духа сопротивления Франции, связав с геноцидом против армян, совершенным ладотурками и организованным немецким военным аппаратом в Западной Армении. Мисс Акманушан имели дети, которые стали сиротами в результате геноцида. Они присоединились к Франции и продолжили свою борьбу против нацистского захватчиков в рамках ФТП МОА. Президент Армен Акабрамян в расстроенных чувствах в конце конференции прочитал письмо, адресованное Мелине, написанное Миссаком Манушаном накануне смерти. Тер Саркис Казарян засвидетельствовал несколько моментов жизни, проведенных с Миссаком Манушаном. Генерал-майор Гамлет Миносян вручил почетный орден ЭКОСОК майору Жан-Иву Роджеру. Борец французского движения сопротивления, антифашист и национальный герой Франции Миссак Манушан будет перезахоронен в соборе Французской республики. В знак уважения в Париже размещены плакаты, посвященные Манушану и группе. Красные камелии цветут в букетах. Дайте дань уважения тем весенним дням, что вы упустили. Ваши храбрые сражения выдержали испытания временем. Научил ли нас чему-нибудь ваш пример? В то время, когда мы знаем, что переживает ваш народ в Арцахе. Это то мятежное сердце, которое взволновано и тревожно. История возвращает нас к трагическим мукам, которые в одно мгновение перевернули мир. Видите ли вы землю, охваченную огнем и кровью? Многие сдаются, остальные берутся за оружие. Что может сделать крестянин, загнанный в угол поля? И старые винтовки, обращенные к безжалостному дрону. Это весной цветут красные камели, как и многие поцелуи, от которых краснеют кусты. Сегодня ваши храбрые сражения приветствуются. И вскоре появятся их роскошные бутоны. Лоуренс, 16 февраля 2024 год. Спустя 80 лет после мученической смерти 21 февраля 2024 года останки пионера французского сопротивления национального героя Франции Мисака Манушиана будут перезахоронены в Пантеоне Парижа на самом высоком государственном уровне. Мисак Манушиан станет первым иностранным деятелем, который будет захоронен в Пантеоне, посвященном великим деятелям Франции, где также будут захоронены останки жены Манушиана Мелине. Во время вечера организована Комитетом помощи Армении в 1934 году Мисак знакомится с Мелине Асатурян. Мелине родилась в 1913 году в Константинополе. Во время геноцида Мелине потеряла родителей и вместе со старшей сестрой Армейнуи провела детство в приюте евангелистов в Смирне. После катастрофы в Смирне 1922 года переехала в Грецию в сиротский дом в Коринфе с сестрой и другими сиротами. В 1926 году Армейнуи и Мелине Асатуряны с другими сиротами переехали во Францию и поселились в Марселе. Далее в Париже. Поселившись в пригороде Парижа, Ренни Мелине училась в женской гимназии до школьников. Сестра Армейнуи стала портнихой. После окончания школы Мелине и сестра сняли квартиру у Серофе Папазяна на улице Лува в шестом пригороде Парижа. Серофе жил в этом доме и приходился Мамикону Азнавуряну дядей по отцу жены Кнар Багдасарян. Сыном Мамикона и Кнар был Шахнур Багинах Азнавурян, будущий певец Шарль Азнавур. Сестры Асатурян и Азнавуряны вскоре сблизились. Полная статья доступна на нашем сайте Вестерн Армения ТВ. В Москве арестован фитнес-тренер Кямиль Зейналы. Официальные причины ареста не сообщаются. Арестованный не только в 2020 году спровоцировал нападение на армян в Москве, он также является одним из тех, кто обезглавил пожилого армянина во время 44-дневной войны. Также есть видео с его участием, где он уничтожает и крадет имущество из заброшенных квартир армян Арцаха. Кямиль Зейналы сообщил в социальных сетях, что в мае прошлого года Армения объявила его в международный розыск. Завтра он предстанет перед российским судом. Армянские купцы прибыли в республику 7 объединенных голландских провинций в трех иммиграционных волнах в течение последующих 17-18 веков. Первая волна прибыла из жюльфы пригорода Исфахан. Вторая группа прибыла из основных атаманских портов Алеппо, Константинополя и Смирны, а третьего из Архангельска, Москвы и Санкт-Петербурга. Главным стимулом для миграции стал рост Голландской республики и, в частности, Амстердама как центра глобальной экономической деятельности в 17 веке. Армянские бизнес-дома Амстердама отбросили фериалы и другие европейские города из страны Венецию, Ливорно, Марсель, Испания. С берегов Балтийского моря они импортировали желтый янтарь, для которого Смирне был большой спрос. Импорт персидского шелка был почти полностью в армянских руках с 1700 по 1765 год. Поскольку в эту эпоху Средиземное море было заражено пиратами, армянских торговцев сопровождали военные корабли. Среди таких парусных судов был назван компан Иван Армения «Торговец Армении». В консульском докладе от 1653 года говорится, что сопровождаемый военным кораблем «Гелдерланд» безопасно достиг Смирны. На чемпионате Европы по тяжелой атлетике сборная «Восточная Армения» второй год подряд выиграла в командном зачете. 20 февраля в столице Болгарии Софии завершился чемпионат Европы по тяжелой атлетике 2024 года. Сборная «Восточная Армения» второй год подряд заняла первое место в командном зачете. Армянские тяжелоатлеты в этом году завоевали 10 больших и 16 малых медалей. А впереди в последний день соревнований сборную принимающей страны Болгарии. Среди сборных 20 стран в Восточной Армении лидируют по количеству больших и малых медалей. На втором месте Болгария, на третьем – Италия. Четверо представителей сборной Восточной Армении стали чемпионами Европы, повторив результат, зафиксированный в прошлом году в Ереване. В женской борьбе у Армении также золотая медаль. 19-летняя армянская спортсменка Александра Григориан завоевала титул чемпиона Европы в весовой категории 55 кг. Последней чемпионкой Европы среди женщин в 2016 году была Нази Кавдалян в весовой категории 69 кг. 16 февраля 2024 года стало известно, что азербайджанская сторона демонтировала в оккупированном городе Степанакерти бюст уроженца Западной Армении адмирала Абанеса Исакова. Бюст был установлен в 2018 году автор скульптурой Альберт Арутюнян. Адмирал Ованес Исаков родился 22 августа 1894 года в селе Ганджихен Карской области. Ованес Исаков – адмирал военно-морского флота Советского Союза армянского происхождения, герой Советского Союза – военный теоретик. Азербайджанская сторона целенаправленно демонтирует и уничтожает памятники и бюсты, установленные в оккупированном Степанакерти в советские годы и за последние 30 лет. Подчеркивается, что таким образом Азербайджан декультирует Степанакерти, уничтожая символы армянского культурного наследия города. Этот процесс был начат с демонтажа памятника Степану Шаумяну. Азербайджан нарушил положение Гагского, Женевского и Международного гуманитарного права о защите культурных ценностей на оккупированных территориях. В рамках Международного гуманитарного права культурное наследие считается исключительным выражением творческой мысли человека, уничтожение или повреждение которого является прямым нарушением культурных прав человека, членов сообщества, как во время, так и после войны. Статья 8 Международного уголовного суда квалифицирует уничтожение культурного наследия на оккупированных территориях как международное военное преступление. Запрещается умышленно направлять нападения на религиозные, образовательные, художественные, научные и благотворительные учреждения, исторические памятники, больницы, если они не являются военной целью. Самые различные отношения, процессы и действия, происходящие во время оккупации, регулируются международным гуманитарным правом. Защитой культурных ценностей являются законы 38, 39, 40 и 41 Международного гуманитарного права. Крайне важно подчеркнуть, Международный суд установил, что законы, действующие на оккупированных территориях, включая положение о защите культурных ценностей, приобрели статус международного обычного права, то есть действуют как универсальное и неоспоримое правило и являются обязательными для всех государств. Принципы защиты культурного наследия на оккупированных территориях во время и после вооруженных конфликтов изложены в Декларации ЮНЕСКО о преднамеренном уничтожении культурного наследия, принятые в 2003 году на 33-й сессии Генеральной конференции в Париже. В случае вооруженных конфликтов второй протокол 1999 года ГАКСК Конвенции о защите культурных ценностей 1954 года в своей статье 9 также запрещает действия по уничтожению культурных ценностей на территориях, находящихся под контролем противника. Из завершения новостей послушаем песню в исполнении Макартыча Африкяна Зоравош Антроник. Субтитры создавал DimaTorzok Такими были новости на сегодня. Вера вам и добра!